Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. И в сегодняшнем видео я бы хотел рассказать вам о том, какой именно модуль я рекомендую к покупке самым первым в авиасимуляторе DCS World. Просто на стримах меня очень часто спрашивают о том, с какого именно модуля стоит начинать знакомство с DCS. Поэтому я решил поговорить на эту тему. Вообще, самым первым модулем я обычно советую брать горячие скалы, поскольку по цене одного модуля ты получаешь целую пачку различных самолетов, как истребителей, так и штурмовиков, и все они довольно просты в освоении. В первую очередь за счет некликабельной кабины и упрощенного управления системами самолета. Просто, к примеру, для запуска любого летательного аппарата из горячих скал тебе нужно нажать правый Shift-L для подачи электропитания, правый Alt-Home для запуска левого двигателя, правый Ctrl-Home для запуска правого движка, и ты уже готов к выруливанию. Тогда как для запуска кликабельного самолета ты должен разучить целую процедуру, включить систему в правильном порядке, выставить навигацию, ну и так далее. Так что горячие скалы прям очень сильно снижают порог входа в DCS для новичков, и начинать я бы советовал именно с горячих скал. Но вот когда мы говорим о переходе на новую ступень, в виде покупки первого кликабельного модуля, тут уже совершенно другой разговор, поскольку в DCS World кликабельных летательных аппаратов прям очень много, и они довольно дорогие. Так что ошибиться с покупкой было бы весьма обидно, как мне кажется. Поэтому постараюсь помочь тем людям, которые раздумывают о покупке первого кликабельного самолета в DCS. И лично я бы советовал первое знакомство с миром кликабельных самолетов начинать с барабанной дроби модуля FA-18C Hornet. И если вам интересно, почему я именно Hornet рекомендую в качестве первого кликабельного модуля, то вот смотрите. Первая и весьма важная причина заключается в том, что Hornet уже давно вышел в релиз из раннего доступа и является полноценным и завершенным продуктом с нормально работающими системами и вооружением. А вот модули в раннем доступе могут быть довольно сырыми и забагованными с частично неработающими системами, что в итоге может подпортить первое впечатление от кликабов в DCS. Вторая причина взятия FA-18C Hornet в качестве первого модуля в DCS заключается в том, что это весьма простой и удобный в управлении самолет, который отлично держится на малых скоростях, как, в общем-то, и положено палубнику, и в целом прощает довольно много ошибок в ходе пилотирования. Да и на посадке его разбить сложнее, чем многие другие самолеты за счет усиленной конструкции. Опять же, летать на Hornet приятно и комфортно, что тоже немаловажно, особенно если мы говорим о первом модуле для новичка. Ну а третья и самая главная причина взять Hornet в качестве первого модуля заключается в том, что на этом самолете вы сможете ознакомиться с наибольшим числом различных механик, если сравнивать с другими модулями. Потому что FA-18C это поистине многоцелевой истребитель, на котором реализовано множество различных систем, а также вооружения, которые очень интересно изучать и осваивать. В общем, смотрите. Во-первых, Hornet может довольно эффективно вести дальний воздушный бой за счет неплохой радиолокационной станции, а также возможности подвесить аж до 10 управляемых ракет АИМ-120С для дальнего воздушного боя. Подобная вязанка 120-к выглядит весьма внушительно, ничего не скажешь. Перехватить и уничтожить большую группу бомбардировщиков для Hornet это вообще не проблема. Как раз таки из-за такого богатырского боекомплекта. Плюс к этому режим Trackwall Scan позволяет обстреливать сразу несколько целей одновременно, но тут нужно учитывать пару нюансов. Во-первых, FA-18C это относительно медленный истребитель, относительно какого-нибудь F-16C или F-127. Ну а если ты подвесил частоколы 120-к, то это будет еще сильнее выражено, поскольку такое большое число ракет создает внушительное лобовое сопротивление. А второй нюанс заключается в том, что режим Trackwall Scan на Hornet сложнее в использовании, чем на том же F-16C, например, и требует от пилота более активной работы с радиолокационной станцией самолета. Хотя ничего сверхсложного там нет, и гайд по использованию режима Trackwall Scan у меня имеется на канале. Да и вообще, я думаю, выложу ссылку на весь плейлист с гайдами по Hornet в описании под этим видео. Ну а так, дальний воздушный бой на FA-18C вы сможете вести не хуже, чем на любом другом истребителе. Опять же, на Hornet есть нормально работающий даталинк, за счет которого вы вообще можете понимать, что вокруг вас происходит и какие самолеты союзников и неприятелей рядом с вами находятся. Так что FA-18C это очень даже неплохой вариант для полетушек в онлайне против других игроков, но это уже после того, как вы самолеты освоите. Также Hornet может довольно эффективно вести ближневоздушный бой за счет хорошей маневренности на шлемного целеуказателя и управляемых ракет АИМ-9Х, которые на цель доворачивают чуть ли не под прямым углом. Да и на ЛТЦ эти ракеты уходят крайне неохотно, очень эффективные в общем. Вдобавок к этому, FA-18C отлично держится на малых скоростях, о чем я уже упоминал, и как следствие самолет не боится затяжного маневренного боя на границе сваливания, в отличие от какого-нибудь F-15C или F-15E, которые превращаются в прямолетящие бревнища, когда сольют свою скорость. А вот Hornet отлично крутится на тех скоростях, на которых другие самолеты обычно падают. Если же говорить о возможностях самолета в плане поражения наземных целей, то FA-18C обладает очень большой номенклатурой вооружения, и как следствие может выполнять самый широкий спектр задач, если сравнивать его с другими самолетами, представленными в DCS. Смотрите сами, в списке ракет воздух-земля у нас имеются управляемые ракеты АGM-65 Maverick, с лазерной и инфракрасной ГСН, данные ракеты предназначены для поражения броницелей. Также в списке имеются планирующие бомбы АGM-154, предназначенные для поражения целей с большого расстояния. Имеются ложные цели АGM-141 TALT, которые нужны для отвлечения вражеских средств ПВО. Также на вооружении Hornet есть противорадиолокационные ракеты АGM-88C HARM, предназначенные для подавления средств ПВО неприятеля. Далее по списку идут крылатые ракеты SLAM и SLAM-YAR, которые используются для нанесения ударов по наземным целям с огромного расстояния, даже больше, чем у планирующих бомб. Ну а закрывает этот список противокорабельная ракета АGM-84D GARPUN, которая, как можно догадаться, нужна для поражения морских целей. И все это разнообразное управляемое вооружение, нормально реализовано и прекрасно работает. Вдобавок к управляемым ракетам Воздух-Земля, Hornet может применять различные авиационные бомбы, как управляемые, так и неуправляемые. Во-первых, все бомбы различаются по массе боевой части, Ну а управляемые бомбы можно разделить по используемым системам наведения. Бомбы с инерциальным наведением летят по заранее заданным координатам, ну а бомбы с лазерным наведением наводятся на лазерное пятно, как от прицельного контейнера самого самолета, так и по внешнему подсвету. А еще есть бомбовые кассеты, которые раскрываются через некоторое время после сброса и засыпают определенный участок земли суббой припасами. И особняком в этом списке находится бомба AGM-62 Wall-I с телевизионной головкой самонаведения, которую нужно наводить на цель вручную после сброса. Ну а для любителей суровой штурмовки без управляемого вооружения есть возможность подвесить неуправляемые авиационные ракеты Гидро и Зуни. Вот об этом я и говорил на Хорнете. Каждый найдет что-то для себя, будь то штурмовка нарами, применение крылатых ракет с огромного расстояния, сброс управляемых авиационных бомб, ну и так далее. Все это разнообразие вооружения и ведет к множеству различных механик, которые интересно изучать. И давайте не будем забывать о том, что F-18C это палубник, поскольку взлет с палубы и посадка на палубу, как по мне, это одни из самых интересных механик DCS. И особенно это касается посадки на палубу, поскольку она позволяет более тонко прочувствовать самолет, скажем так. Такие дела. Надеюсь, это видео помогло кому-то с выбором, и именно Хорнет станет вашей первой покупкой, поскольку это, ну реально, самый проработанный самолет в DCS, как по мне. И если мы говорим о покупке первого модуля, который не испортит вам впечатление, то лучше взять завершенный и доделанный самолет с множеством различных реализованных механик, чем модуль, который находится в раннем доступе, сырой и, возможно, забагованный. Ну да ладно, в любом случае, на этом у нас на сегодня всё. Надеюсь, это видео было вам интересно. И всем спасибо, всем до свидания.